Честно говоря, домик бодривый король, бог врагов не был. Но знаете ли, я знаю, что Бог даст еще послужу Слову Божьим и больших соборов, храмов. Пока вот благодарю Бога за интернет, за возможность как раз приходить к сотням и сотням, и даже уже тысячам священнослужителей, церковнослужителей, монатам через интернет. И, братья, я очень люблю вас и благословляю вас. Я знаю, что Господь хочет церковь свою действительно пробудить, а мертвое воскресить. И всю купе, свою церковь благословить в эти дни перед его святым пришествием, которое мы ожидаем. В каждом символе веры мы это исповедуем. Почему при упоминании народа Божьего Библия разделяет его на народ израильский и иуду? Ну, в общем-то, исторически мы опять-таки из Писания же это видим. Когда было разделение, трагическое разделение всего народа израильского на Израиль, на царство иудейское и царство, значит, иудейское и израильское царство. Вот с того самого времени, вот такое есть разделение. А вообще есть другие объяснения, конечно, такие мистические даже объяснения. Вот, но вообще-то мне очень нравится иуда, да, иуда, значит, славящий Бога, поклоняющийся Богу. Очень красиво. Сегодня иуда, хотя в русской культуре это обычно, ну, как бы, не очень хорошее, обычно ассоциация там иудушка-головлев, или даже искариотский, даже там, или кто-то еще. Но вообще-то это в библейском смысле слова это очень хорошее имя. Вот, так что и быть иудеем это очень хорошо, на самом-то деле. Вот, тем более грязняцами, да, это в войне хорошо вообще. Признаете ли вы учение о мотарствах души после смерти? Нет, не признаю, я признаю ересью, очень опасно. Я, кстати, об этом рассказываю. Ну, дальше вопрос, я понимаю, как раз он продолжается. Молитесь ли вы за мертвых? Нет. Как вы относитесь к крестному знамению? Могу перекреститься, пожалуйста, я не слышу. Не буду поделивать. Ну, троеперсти, двоеперсти. Крестное знамение, как бы, обряд, это одно. Но, ну, когда в костер приходят, друзья, братья, там, западные, да, вот, католикам, то у них, там, принято по-другому. Я, конечно, что, я, как у них принято, так я и поступаю. Знаете, вот, у вас это не принято, у вас это не принято, хотя, ну, ты что ж, можно попробовать, поректируем сейчас. Нет, ну, а если серьезно, то сам обрядовать, саму внешнюю руку, как махание, там, или как руководозложение, так сказать, крестное знамение, именно, знаете ли, это просто обряд. Но очень часто, к сожалению, у нас это связано, наша культура православная связана с оккультизмом религиозным, к сожалению. Потому что для многих очень людей это не просто, вот, там, знак Раскады за нас Иисусы или, там, допустим, просто принятые церковным уставом, например, там, ходишь в храм, зашел ты и покрестился. Нет, для очень многих людей это, к сожалению, там, некая, знаете ли, вот, защита, оберег, только нарисованный на тебе, как бы. Даже вот ношение креста, я еще одевался мне по ногею, вот, тоже, что это за икона, да, как бы. Это, значит, знаки епископской власти, да, что так. То есть можно просто, в принципе, можно и без всего этого. Но зачем я вот прихожу так вот к протестантам? Ну, во-первых, это трудно будет забыть вообще. Значит, вот, вот, да, даже не постараться, но у меня, ну, вообще не забылить. Вот, значит, но вопрос другой. Почему? Зачем я это делаю? И вообще, что мне с этим будет? Дело в том, что, значит, когда человек помнит эти моменты, да, он молится. Я прошу ваших молитв и о служении реформаторском, и в английском православном служении. И в целом за православную церковь прошу ваших молитв. Потому что я верю, что страдает людей, член, все тело страдает. И мы не члены друг к другу, мы не враги друг к другу. У нас один лишь враг, дьявол и все его бесы. У нас один лишь Господь, Иисус Христос. И Блажен Августин был миллион раз просто прав, когда еще в пятом веке говорил, что у нас верующие должно быть в главном единство. В главном. Надо определиться, что есть главное. Знаете ли? Вот, что есть главное и кто есть главный вообще? Это не Папа Ринский, при всем уважении, не патриарх российский, или пастырь, или старший, повествующий епископу по благодобеднению. Это сам Иисус Христос. И не Бог другу не о спасении. Дамы и господа, братья и сестры, Божье Слово, истина в Иисусе Христе, это главнейшее. В главном единство. Во второстепенном, Августин говорил дальше, разнообразие, свобода. Во второстепенных вещах. В третьостепенных подарок. Вот, а во всем любовь. Во всем любовь. Потому что мы узнаем все, что мы ученики Христа. Не потому что имеем правильную идеологию или идеологию. Не потому что мы носим рясо так или сяк. Крестимся так или иначе. Или вообще не крестимся. А потому что я любовь между собой. Вот, потому что Бог есть не просто что-то, а именно кто? И Он есть любовь. Слава Богу. Но по поводу молитвы за убогой и мотарости, все-таки, пару слов. Это ересь, опасная ересь. Потому что молитва наша должна быть за живых. У Бога нет мертвых, у Него все живы. Но это у Бога. А у нас никак. Потому что у нас есть мертвые, есть живые. И вот пока человек жив, мы имеем все моральные права. Права, значит, попросить его, допустим, помолиться. Мы это и делаем. И я вот сейчас, где-то это делаю, тоже призываю помолиться. Тоже, значит, и прошу наших святых молитв. И с каждым годом я это больше осознаю. Такую созависимость нашу в хорошем смысле слова молитвенную такую. Вот это очень хорошо, потому что тогда все меньше на себя, ты смотришь больше на других. А всю славу только лишь Богу отдаешь из того, что получается так вот. И так вот, братья и сестры, но когда человек умирает именно, то последнее, что остается у нас, право наше, христианское, это молиться за его воскрешение. Если в этом есть необходимость вообще-то, или побуждение, как бы позыв, как бы, не знаю. У меня были опыты и воскрешения из мертвых, и удачные, и неудачные, как бы, которые, ну, больно вспоминать, честно говоря, когда молился, и человек не воскрес. И, знаете, тем более, самые дорогие, близкие люди были в моем сердце, это больно вспоминать. Но, с другой стороны, были и другие опыты, когда молился, и Бог совершал чудеса, и воскрешал, и мертвых, как бы, это прекрасно. Но это последнее наше право. Больше у нас права нет. Наша юрисдикция заканчивается на этом, христианская. То есть, дальше молиться за его душ, отмаливать его из ада, или сделать ему лучше или хуже, там, после смерти, уже мы не компетентами. Если бы был шанс, рассуждаем, хотя бы один из миллионов даже шансов, что-то там сделать, манипуляциями какими-то религиозными, что-то совершить там, в загробном мире для кого-то, как-то, то Бог обязательно хоть на мертвом, но как-то сказал обязательно. Но Божье слово, значит, и говорит нам о жизни сегодняшней, сейчасней, вот, и о нашем бытии этом. Так что, не будем судьи ни живым, ни тем более, ни окном. Знать или добрым словом, вспоминаем все, кто уже ушел в блаженную вечность. Но по поводу молитвы, вот, написано, мотарство, мотарство. Это ересь. Но не буду, как бы, острашным, значит, обокультом. Кому интересно нервы христианских пощекотать, то послушайте мои семинары по истории христианства. Я вам подробно рассказываю, как это все у вас пришло. Через спиритизм, через общение с мертвыми, через общение с бесами и прочую нечисть, будем так говорить, в христианстве пришло подобное учение. Но в дохристианскую эпоху, вообще-то, это учение было известно в разных оккультах и языческих религиях, древних. Вот, если вкратце, вот как-то так. Вопросы еще, может, есть какие? Да, можно завершить хорошим, можно плохим. Как бы, не в смысле, ну, как бы, таким... Ну, вообще-то, обычные люди любят хопи-энд, как бы, что-то хорошее такое, вот, позитивное. Потому что, если плохое, то, конечно, времена сейчас очень беспокойные. И я думаю, что вы это не так понимаете, что, как говорится, как в той песне пелось с нашими отцами. Викри, брошки, ныни, одна видом и прочее, злобное тело, это сила нас злобного не тут как-то. Но, с другой стороны, знаете ли, посмотреть чуть подальше, посмотреть чуть повыше, мы видим, все будет прекрасно. Почему? Потому что в Божьем слове говорится не только о том, что много плохого произойдет и происходит, ведь сейчас уже на земле, слушайте. Но говорится о том, что все-таки конец самый будет прекрасным. Да, это будет прекрасно, завершится все очень хорошо. Господь даже придет, и, конечно, исполняются его очень страшные пророчества, о войнах, вкладах, морах и прочее. Но, друзья, исполняются и хорошие пророчества, тоже исполняются. Его прекрасные пророчества, тоже исполняются. И самое прекрасное пророчество о том, что правдоверно будет все Евангелие и Царство по всему миру, всем народам вообще. И тогда придет конец. Слава Богу. То есть, сегодня действительно Слово Божье проповедуется, как никогда раньше, и это очень хороший знак последнего времени, исполнение хороших таких пророчеств, прекрасных пророчеств об этом в последнем времени. Поэтому и вы, напоминающие Господи, здесь в Липецке, не умолкайте, потому что время коротко, мы не знаем, сколько еще остается, но до последнего мы проповедуем благовестную, знаете ли, и совершаем нашу работу Божью, святую работу на этой земле. Слава Богу. Вот, и как говорили про ханом еще, Иван Степанович такой, сто лет назад говорил, интересно, христианин, это, говорит, неисправимый оптимист. Мне это очень понравилось выражение такое, неисправимый оптимист. Знаете, если наши братья с вами, старшие и сестры, два тысячелетия тому назад, ну, меньше чуть, когда их там выгоняли на, ну, в Колизее, там, допустим, на растерзание этим львам, они пели гимны, слава не Бога, и у них хватало оптимизма, знаете ли, смотреть в будущее, хотя там львы их разрывали, там, детей, жены, мужей, то есть, ну, как бы страшно, представьте. Вот, если на протяжении двух тысячелетий братья многие уходили, порой, знаете ли, ну, как бы, с этой земной жизни, порой в таких очень страшных скорбях, но, знаете ли, они славили Бога, благодарили Бога за все и не падали духом, да, то нам уж подавно, знаете ли, пристало. Так вот, и, друзья, пусть Бог благословит всех вас возлюбленных, особенно молодежь, молодежь, особенно благословляю. Самое главное, я так понимаю, у многих родителей верующих, у кого-то неверующих, может быть, я не знаю, но самое главное, держитесь Господа Иисуса Христа всеми, всеми силами своих, держитесь Господа Иисуса. И он сам сказал, как Моисей вознес змеи в пустыне, так должен быть вознести это все на человечество. И действительно, сегодня мы взираем на него, начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа. Сегодня мы порой уходим, ну, в таком гонюшнике, порой, знаете ли, вот, но, как бы ни кусали змеи этого мира, мы все равно взираем на Христа, взираем на Иисуса Христа, взираем на крест Борусский, пропитываемся Его кровью, размышляем о Крани Божественной. И пусть Бог благословит всех вас и друзьям. Вот, и привет от моей семьи, насчет от супруги, от наших шестерых детишек, слава Богу, и от внука, кстати, тоже привет передаю ему, так что, ему годится только, правда, всего, но, как бы, он больше, у меня скайп, ну, как, ну, а, в общем-то, близко к сердцу, кстати, вот, и хорошо, что он, то есть, ну, по скайпу общаемся часто с ним, он такой пропитанный малыш, как бы, да, сам выходит, понимаете, в эфир, да, нажимает, как надо, оказывается, представляете, вот, да, молодежь пропитанная, даже в один путь. Ну, ну, вот так вот, так что, друзья, представьте, там уже вечности, какие там будут технологии, которые здесь даже просто кажутся, ну, просто фантастикой какой-то, знаете ли, а то, что на земле самая продвинутая технология, на небесах, вот так, знаете ли, динозавры, вот так, да, и, и еще, если для молодежи сегодня действительно, наверное, искушений больше, ну, все, как они говорят, я тоже это понимаю, это правда, информации больше, сегодня, ну, не знаю, ну, там, я, допустим, проводил встречи, ну, реабилитация, да, кто занимается реабилитацией наркоманов, более-тех, значит, там, тунеядцев, проститутки, там много-много всего, значит, работает вот таких реабилитаций разных, и, представьте, попадал я на такие служения, реабилитация детей, вот это, да, я, я, честно говоря, ну, я слышал о подобном, но, когда узнал, что, там, им 8, 9 лет, 11 лет, а уже и занимались, и мальчики, и девочки, и проституции, вот, значит, то есть, проститутки, проституты были, вот, значит, и наркотики пробовали, значит, и нюхали всякую дрянь, там, значит, там, и курили, и прочее, понимаете, значит, у меня волосы поднялись, думаю, вот это да, думаю, зашелились волосы на голове от того, что, ну, зло как стало усиливаться, слушайте, вот, нескольные вещи просто вообще, и они так рассказывают, там, ну, не знаю, выходит такой, как бы, ну, шкет, как говорится, да, значит, пенс-микрофон, меня мог освободил от утра, значит, там, значит, наркотиков, алкоголя, там, я два года курил, ну, там, там, будет отравка, значит, вот это да, думаю, он еще вообще поскольку что-то еще будет, уже травку, блин, вот это да, вот, и, ну, знаете, вопрос-то в чем, что зло усиливается, и это тоже знак последнего времени, но никакое зло этого мира, которое не погасит свет, наоборот, свет еще ярче становится, и я обычно, и у себя в церкви, в гостях, я, значит, так привожу, пример такой, что это как вот у автолюбителей, допустим, едешь по трассе, да, навстречу машины идут, и они с включенными фарами, среди бела дня это тебя не слепит, да, когда уже сумереки, сумерки, то тогда уже, конечно, да, это уже тебя уже, ну, да, уже ярко, но в глубокой ночи, все это, да, ночью, это уже слепит тебя даже, ты уже там им сообщаешь, что они там на ближний перешли свет, тот же сополам, да, тот же накал, все, но во тьме он еще ярче, и вот Иисус Христос вчера, сегодня, во веки он тот же самый, но сегодня он еще ярче, он сегодня еще ярче, и я так еще такой день, 18 января, в календаре нашей церкви, кроме вот сочельника, значит, крещения, знаете, что еще, память одного праведника Божьего, сегодня так получилось, четыре года назад умер друг нашей церкви, и очень хороший служитель православный архиепископ Вера Наш, Марклинек, он скончался, да, четыре года назад как раз, ровно получается, вот, и в календаре нашей церкви уже три года подряд его имя опубликуется, мы вспоминаем его добрым словом, мы не молимся за упокой его души, потому что в нашей церкви мы молимся, как говоришь, за здравие, за живых молимся, но, как вот написано, евреи, помните, 13-й раздел, да, 13-й глава, написано, поминайте наставника ваша, которые проповедовали вам Слово Божье, и написано, и взирай на кончину жизни, подражайте вере их, а дальше говорится, Иисус Христос вчера и сегодня и во веке тот же, аминь, и поэтому взирай на кончину жизни этого человека, я действительно воздаю славу Богу, и я знаю, что Иисус Христос, тот же самый Иисус, он является и сегодня ярким, сильным, могучим, прекрасным, славным в наши дни, в наше время, в наш час, прямо сейчас, он сказал, я с вами во все дни, до скончания века, аминь. Пусть Господь Бог благословит вам всем, друзья, благословляю их и, как говорится, пошатра на здравие, да? А нет, еще вопрос есть? А, вот, а, это вопрос, я же за мной бы сказал, тут же резонный вопрос, а зять верующий и дети, знак вопроса. Зять сейчас на реабилитации находится, да, поэтому я вот пережил как отец в конце прошлого года стресс, такой очень серьезный стресс, потому что он из бывших зависимых, и Бог его освободил, он служил как миссионер, как евангелист на севере, вел там евангелизационные служения в Мурманской области, в Мурманске и в таких очень экстремальных условиях трудился, слава Богу. Хороший брат, но, к сожалению, вот, значит, в прошлый год у нас был такой очень непростой, конечно, 17-й время, вот, конец особенно этого 17-го года был очень непростой и для меня, и для нашей семьи всей, вот, и было падение его, и, к сожалению, опять пьянство, опять все это, 7-й же, как говорится, накинулось. Он оказался даже в психической больнице, потому что, ну, стал видеть какие-то там страшные вещи и прочее, значит, и сейчас он на реабилитации в христианском центре, вот, и молимся за его восстановление, покаяние. Конечно, да, знаете ли, вот, я не ожидал, не думал, что нашей семье коснется подобная беда, но, видимо, как говорится, не зарегайся, не, значит, знаете ли, не знаешь, где все это произойдет. Потому что в нашей семье, ну, никогда не было проблем с этим вообще. Вот, ни наркотики, ни алкоголь, там, и такого не было никогда. Хотя я из неверующей семьи, то есть, ну, как бы, моя мама, папа, покойные, они были агнеистами, но у нас никогда не было таких проблем абсолютно, то есть, трезвая система, убежденно трезвая семья была просто-напросто. Поэтому обычно, когда говорилось об пьянстве, это имелось в виду, где-то, ну, кто-то там, заперимет нам в семье. То есть, это, как бы, всегда для меня это была ассоциация с чем-то чужим, чужородным, не нашим. Вот, но здесь уже, понимаете, сын мой, новый, не прошел взять. Когда такая проблема пришла, я, конечно, честно говоря, пережил такой стресс очень серьезный. Вот, и меня это, честно говоря, как служитель, даже выбил из колеи. Вот, выбил из колеи, и я даже, когда приехал, сидел в церковь, братьям рассказываю, и говорю, братья, я даже вот понимаю, что я даже не могу совершать служение. Вот, вот, я где-то на месяц, на батарах, фактически был, ну, не в служении. Ну, я приходил в служение, но я не мог даже, знаете, вот, переступить порой через боль какую-то. Но откровение было от меня. Прям ночью это было. Это меня очень сильно поддержало вообще. Среди ночи, там, я там чуть не группу, в общем, с кровати, там, настолько это было шокирующе для меня. Вот, но это меня очень сильно поддержало. Я этим делился. Кто смотрел там записи, те слышали это уже проявление. Я слышал три слова. Прямо во сне. Это не было, ну, как бы, наяву, это было во сне, да? Но, проснувшись, я это все четко помнил, понимаете ли? И я это записал. Я даже тогда же, там, в социальных сетях тут же поделился со всеми, значит, там, вот, вот тем, что я, ну, как бы, даже не совсем в сон, знаете, уже, как бы, вроде как не спишь, но еще не проснулся. Вот такое состояние, как бы, будем так говорить. И три слова было. Первое слово, оно, знаете, слово, а потом, как будто бы, эхо-нехо, оно не просто таким, уже не сильным голосом, а, знаете ли, как бы, отголосным, вот, говоря, да, вот, как бы, голосом часть, а часть отголосным, как это, как подпись, вот, свое, мне так это воспринялось, как подпись некоторая. Вот, первое слово было такое. Я люблю тебя всегда. И потом, как он отголосным, тихо, может, голосом, твой небесный папочка. Потом дальше, второе слово. Я и срубил тебя. И потом так тихо. Твой брат, Иисус Христос. А потом третье слово, еще больше предыдущий. Я всегда с тобой. И потом так, подпись. Божий, Дух Святой. И я чувствую, что я не могу, я уже, 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 все, я уже не мог, уже просто даже. И тут же записал это, и меня это так актуировало тогда. И я скажу, что я, вот, скажем, пережил не просто даже такое подкрепление, Он подкрепил меня этим самым словом. И второе, что я делюсь этим с братьями, с сестрами, и многие очень тоже, ну, получит поддержку такую. Вот, ну и вам тоже того желаю. Потому что, знаете, что Господь действительно отладает бедность. И Он, даже когда проходим вот такие неприятности, страшные вещи, такие, знаете ли, Вот, потому что, так, было такое, ну, страшно вообще. Он, потому что в этом опьянении, ему что-то казалось, он избил мою дочь, ему свою жену, да, значит, там, и это... Да мне это было вообще просто, да, все, ну, шокирующе просто. Я вообще вырос совершенно в других представлениях о мире, как бы, да, и даже о неверующем мире. Вот, и сейчас прошли эти месяцы, и сейчас я вот это взять и молюсь, и за его реабилитацию, восстановление. И я вижу его, как вот таким, ну, тогда вот, до всего этого, до падения. Служителем евангелистом, миссионером проповедовал в этом Никеле, в Мурманске, где-то еще там, в этих заполярьях. Представьте, в таких истребальных условиях. На сортом церкви, думаю, молодец, слава Богу, ну, героническая личность вообще. Вот, и враг выбил из крыльев, из седла выбил, как бы, да, но я верю в то, что Бог может и пачек восстанавливать. И даже если упал из седла, Бог может снова в седло. Слава Богу. И он это совершает уже, уже сейчас совершает. Мало-мало, слава Богу. Вот, и поэтому, когда это все стало происходить, я стал молиться больше и тоже и за детей, и, ну, не только за седлами, но вообще за детей, за внуков, там, за семьи. Вот, и в нашей церкви, и в наших церквях, я имею в виду реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, в которой я являюсь. И за это время я был в гостях в разных тоже церквях и тоже благоставлял детей, там, внуков, семьи. Ну, и ваши семьи тоже благоставляю. Липецкие, будьте счастливы, благословены. Радуйтесь, еще говорю, радуйтесь. Пусть Бог благословит вас всех. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ради встать и помолимся, друзья. Замколько вечера мы снова встретимся. И, извиняюсь, я планирую о своей юности рассказать больше сегодня. Но, ребята, девчата, молодые люди, самое главное, ну, любите Господа. Что бы ни было бы, любите Господа. И пусть Бог уже благословит. Я своим детям говорю обычно так тоже. Когда мы общаемся на эти темы, я обычно говорю так, что, ну, вечером, допустим, мы шаббаты встречаем дома. Это такой юридической традиции, очень красиво. У нас семья собирается вместе, мы сжигаем шаббатный свечер, у нас спала, все по-моему, красиво. И я, видимо, обычно рассказывал другую историю и из своей жизни чаще всего. И из тех, кому я знаю, как хорошо. Даже один я рассказывал уже своим деткам. Вот, значит, да, они были очень довольны. Вот, значит, и вообще, а поездка сразу. Значит, и я обычно говорю так. А я, у меня какой-то страх был каждый раз. Знаете, когда каждый из них достигал вот такого 12-летнего возраста, у меня был какой-то страх, волнение скорее даже. Это волнение было особенное, переживательность у меня было за каждого из них. Вот, и сейчас они, конечно, взрослые, они все перешли, это уже рубеж. Но к 13-ти годам, когда каждый из них достигал такого возраста, я, знаете, вот, как отец, я каждый раз вспоминал свое переживание. В еврейской традиции, в древней еврейской традиции завершается, вот, как бы, служение, обряд, можно так сказать, когда мальчика называют уже взрослым. Девочку называют уже взрослым. И Иисус, он тоже прошел такой, знаете, как бы, неформальный, как бы, ленький тоже обряд. Неформально, действительно, очень странно. Ему было 12 лет, но с половиной, получается. Значит, и его родители каждый год на Пасху ходили туда, в Иерусалим, в храму. И вот он потерялся там, они ушли, его нет, бросились искать, искали, все перескали, не нашли. Пошли к храму, в храме он был. И удивлялись его ответом, его вопросы, мудрецы. И родители, конечно, сказали, что не волновались, но, конечно же, слушайте. Вот, значит, и Иисус сказал, сказал ему, что, раз вы не знаете, что он не должен быть в доме отца на его. Барминство настоящее в том, что человек до 12 лет, ну, он сын своих родителей. И для него, его боги, как бы, да, это мама и папа. Но с 13 лет он должен четко, он и только должен понимать, что есть Отец на небесах. Но в 13 лет он должен это уже сказать и осознать, и заявить это, да, и верить в это, что есть Отец его на небесах. До 13 лет, 12 девочек, 12 мальчиков, мы, каждому из них, мы больше лили-лили, как и свое чадо. Но с 12 из 12 уже, как бы так вот, из гнезда первый толчок, заявляли, что вы теперь взрослые. Теперь, да, мы родители по-прежнему, но мы лишь родили вас вот так вот, заботились о вас эти годы. И заботимся, конечно, до последнего вздоха нашего, конечно, любой родитель заботится о своих детях. Но даже если родители нам не 40, не 50, но все равно это дети, он сын, сын и дочь. Но есть Отец, который с этого момента, он на все сто, твой Отец. И ты не просто мне сын или дочь, ты моя сестра, ты мой брат. И это очень особенное переживание, очень сильное переживание. Я вот рад, что вот каждые из шести наших детей я вот переживал и переживаю вот подобное благостреление, что это не только мои дочери, мои сыновья, а мои сестры и мои братья. Это особенное, очень хорошее переживание. Теперь уже пока внуки мои будут моими братьями, внучата моими сестрами, вот, и потом их дети, вот. Ну и, как говорится, до 120-ти, как согласно еврейской традиции, мы в Киеве общались, там, и у нас был брат, один из еврейской общины, гость в гостях, а муж вдруг говорит, а я хочу дожить до 119, а почему? Странно. А вот чтобы он похоронар сказал, безвременно покинул нас. Молодец, брат, сообразил. Вот, ну, а вообще, сколько бы мы ни прожили на этой земле, знаете ли, самое основное, скажу так, живите долго и счастливо, и взирайте на будущее. Будущее наше есть мир. Вечная жизнь во Христе Иисусе для каждого открыта. Это самое великое откровение. Аминь. Аминь. Благословенный Бог наш, Царь Вселенный, Бог Богов, Господь господствующих, благослови народ свой мир, а наибачу молодежь благослови сейчас своим отцовским благословением. Боже смогущий, в тебе каждая девушка, каждая юноша, да переживет и переживает эту бабницу, или бабницу, как действительно опыт познания тебя, как своего личного Отца Божия и своих родителей, как уже своих сестры и братов. Спасибо, Господь, за это особенное переживание, которое есть в сердцах наших. Спасибо. Господь, за девочек, мою тебя, Господь, устойчивые неостепленного возраста, пусть в их сердцах уже ростки этого прорастают в Божии, воинах Христа Иисуса. Потому как действительно все мы во Христе Иисусе, братья и сестры, и самое великое звание наше, самое великое имя, которое на нас, это быть христилим, это быть Христом, это быть твоим. Спасибо, Господь. Благослови народ свой миром, благослови сегодня землю Липецкой, благослови Господь. Пробуди, Господь, спящих, воскреси мертвые души христиан, кто лишь может позвать за лишением твоим, но не таковым является настоящим. А те, кто возрожден тобою, но оступился, осуетился, пробуди, Господь, во имя Христа Иисуса. Боже, те, кто не знает себя еще никак, Боже, да познает себя Бога живого и того Господа Иисуса Христа. Жизнь вечную, говорим, благословен Царь наш, благословен Господь, Бог наш. Отверг и доберега. Аминь. И пусть благодать Господу нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудется всеми нами. Аминь. 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 Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу.